Осенний призыв начнется с изменениями. С 1 сентября в Владимире остался только один военкомат на улице Карла Маркса. Также, согласно предписанию начальника генштаба, с осени возглавлять военкоматы должны действующие военные. В ряде регионов России новые военкомы уже приступили к обязанностям. Скоро сменится руководство и военкоматы Владимирской области. А еще в мае внесены важные изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Те граждане, которые имели право на срочку, могут этим правом сейчас отказаться от него. Такие, как студенты, те, у которых родители погибли при исполнении обязанностей военной службы, эти граждане могут пойти служить в армию. Руководство областного военкомата не скрывает, этот призыв будет сложным. Одна из проблем – борьба с уклонистами. С каждым годом их число растет. Сейчас 1606 уклонистов находятся в розыске. За уклонение от призыва только весной около 350 человек привлечены к административной ответственности. В отношении 10 из них обращения направлены в суды. Помогают военкоматам в розыске уклонистов сотрудники полиции. Весной стражи порядка проверили 1130 адресов и обнаружили 95 уклонистов. Помогать военкомату полицейские планируют и во время осеннего призыва. В дежурных частях будут размещены списки лиц, уклоняющихся от призыва. Обеспечим ежедневный контроль за отработкой доставленных лиц и информированием военкоматов. Проведем отработку лиц, состоящих на профучетах в территориальных органах на районном уровне, на предмет установления в их семьях граждан, уклоняющихся от призыва. Еще одна проблема военкомата – в состоянии здоровья призывников. Медики констатируют, что с каждым годом все больше молодых людей признают негодными или временно негодными к воинской службе. Больше всего среди призывников распространены болезни органов дыхания, психические отклонения и болезни костно-мышечной системы. Негодность к воинской службе выявляют уже у ребят 15-16 лет, стоящих на первичном воинском учете. У подростков чаще всего выявляют заболевания органов костно-мышечной системы и органов зрения. Особую тревогу врачей вызывает ожирение. Из-за этой болезни и связанными с ней заболеваниями временно негодными к воинской службе в этом году признаны около 10% юношей. Проблема – это не только военная и не только призыва, а проблема общенациональная, причем не только в нашей стране. К сожалению, модернизация и инновации различных гаджетов, интернетов и так далее привели к малоподвижному образу жизни. С проблемой ожирения у будущих защитников Отечества военкоматы и врачи планируют бороться. Прежде всего с помощью регулярных занятий спортом и обучения основам правильного питания. А подготовка к призыву уже началась. Этой осенью планируется отправить в армию около 1300 парней.